Даже любитель может научиться делать качественные и красивые фотографии с помощью мобильного телефона. Сейчас даже самые простые смартфоны, они довольно приличными камерами оснащены. И камеры именно в смартфонах, они позволяют именно любителям фотографировать, потому что не нужно применять кучу всяких настроек, как в профессиональных камерах. И поэтому, пожалуйста, нажимайте на кнопочку, ищите прекрасное вокруг и радуйтесь жизни. Этим правилам следует Татьяна Тихонова. Она и раньше занималась туризмом, ходила в горы и на лыжах, каталась на коньках. В свои 75 по-прежнему ведет активный образ жизни. Занимается скандинавской ходьбой и плаванием. К тому же участвует практически во всех мероприятиях клуба «Активное долголетие». Именно эти моменты Татьяна Ивановна стремится запечатлеть на камеру. В общем-то щелкаем все, но хочется совершенствоваться в этом направлении, потому что еще недостаточно владели грамотой компьютера, тем более телефон, они новые. И хочется более интересно подать тот образ действий нашего, что здесь, что в лесу. Есть замечательные кадры, куда-то в поездку поехали. Поэтому есть желание, конечно, совершенствоваться и участвовать, может быть, даже и побеждать в каких-то конкурсах. Правильно держать смартфон во время съемки, содержать камеру в чистоте, не использовать вспышку, следить за освещением в кадре. Преподаватель фотолаборатории делится со своими учениками правилами хорошего снимка. Ведь именно от человека, который нажимает на кнопку камеры, зависит, какой в итоге будет фотография. Мы будем учиться видеть, мы будем развивать навык насмотренности. Мы будем учиться видеть красоту, казалось бы, даже в самых обыденных вещах, мимо которых мы проходим каждый день. Курс по мобильной фотографии рассчитан на 10 занятий. За это время Долголета научится работать со светом, выстраивать композицию и делать интересные фотоснимки. По итогам фотокурса планируется сделать выставку работ, хотя это не самое главное. Таким образом не остаемся за бортом жизни общей, а мы вроде как вдохнули вторую жизнь, продлили благодаря нашему Одинцовскому долголетию. Спасибо.